28 мая в Тверском областном суде продолжилось рассмотрение дела по исковому заявлению прокурора Тверской области о признании факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Заявление было подготовлено и принесено в суд по поручению генерального прокурора Российской Федерации. Проведена колоссальная работа как сотрудниками прокуратуры области, совместно с работниками специальных служб, правительством области. И без сомнения основной целью сегодняшнего процесса является установление и восстановление исторической справедливости. Это совершенно важнейшее для Тверской области и без преувеличения историческое событие, которое позволит не забыть нынешнему поколению о тех трагических событиях, которые происходили на территории Калининской области. Прокурор Тверской области Максим Жук, участвовавший в судебном заседании, поддержал заявление требований, в обосновании которых суду предоставлены материалы в десяти томах. Исковое заявление основывается в первую очередь на архивных материалах, которые были в том числе рассекречены. Кроме того, работа проводилась работниками, сотрудниками прокуратуры с теми гражданами, которые проживают сейчас еще живы и проживают на территории Тверской области и даже на территории Новгородской области. Конечно же, они уже в достаточно преклонном возрасте, поэтому некоторые из них не смогли прибыть сегодня на процесс, и их объяснения и пояснения были мной оглашены. И фактически все это составляет основу для, как я полагаю, безусловного установления фактов геноцида советского народа в период оккупации Калининской области. И я надеюсь, что сегодняшний процесс и его результаты будут основой для патриотического воспитания молодого поколения Тверской области. В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора о вызове для дачи показаний свидетелей, являющихся очевидцами событий 1941-1944 годов, а также осведомленных о фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков от участников Великой Отечественной войны. Ряд свидетелей принимали участие в судебном заседании через видеосвязь по месту жительства. На процессе будут оглашены ранее неизвестные факты военных преступлений немецко-фашистских захватчиков. Рассмотрены документы под грифом «Секретно». Кроме того, в судебный процесс и его результат будет установлен материальный ущерб, который нанесен действиями немецко-фашистских войск, экономический ущерб на территории Калининской области. Мы следим за ходом процесса. Сотрудниками уголовного розыска задержан 22-летний безработный житель Твери, подозреваемый в поджоге складских помещений на улице Спартака. Об этом пожаре, который произошел 23 мая, мы рассказывали в патрульной службе. Владельцу фирмы, где произошел пожар, причинен материальный ущерб на сумму не менее 3 миллионов рублей. Поджигателя задержали по горячим следам в течение дежурных суток. Мотивы совершения преступления устанавливает следствие. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в Балаговском муниципальном округе. 25 мая загорелась лесная подстилка у населенного пункта Платищенко. Ликвидировали возгорание 47 человек, 19 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Такие серьезные силы привлекаются к ликвидации, казалось бы, безобидного возгорания травы. Но такие возгорания моментально распространяются на большое расстояние и могут повлечь за собой человеческие жертвы и уничтожение имущества. Поэтому МЧС России напоминает. Не сжигайте сухую траву. Не бросайте горящие спички и окурки. Разводите костры только в специально предназначенных для этого местах. Не оставляйте костры непотушенными. За период с 20 по 26 мая 2024 года на территории Верхневолжья сотрудниками МЧС России ликвидировано 109 пожаров. Погибших и пострадавших нет. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых, к сожалению, пострадал один человек. За отчетный период зарегистрировано одно происшествие на воде, в котором, к сожалению, погиб один человек. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, с сотовых телефонов 101-112, телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99.